Итак, дорогие друзья, Детрейн. Будем смотреть все-таки, как на Детрейне Ренгейт справится с самым спортом. И справится ли вообще из ЛТП-10 сезона финала, конечно же, Рухстудия Рухап. С вами, дорогие друзья, второй канал. Слипщик на проводе, так же со мной Олежка Мингот. И пистолетка уже началась, уже Мальта убил Воксик, уже Робс убил Мальту в ответ. И погибает еще Инс. Всем еще раз добрый день. Размены в пользу команды Моуспорт. СПХП они тоже в приоритете. Там Крис Де Йонг закончил с Декстером. И только Дикс Тейси, наш СПХП остается, тоже погибает. Были потеряны еще диффуз-киты. Но Сик-1-4 это, наверное, самая главная проблема. Тут уже не до диффуз-китов. Получает хедшот от Криса. И добивание для Фроузена. Это первый раунд для команды Моуспортс. Опять же, выбор команды Моуспортс. И, в общем-то, они проиграли вражеский дынюк. Хотя были очень близки. Счет был 14-14. И потом два раунда подряд Ренегейт себе все-таки оформили. Что и стало окончанием той самой карты. Хотя оказалось, что там и овертаймы тоже возможны. И вообще победила команда Моуспортс. Но, увы и ах, для Моуспортс так не случилось. Ну, неплохой после этого раунда показали Моуспортс, Крис Де Йонг, Робс. Дали там по полтора-два минуса. И, в общем-то, на этом раунд для защиты закончился. Форфбай для Ренегейтс. Скаут имеется. Скаут уже реализован от Мальты. И нужно теперь дорабатывать еще по четырым бойцам. Попробуют, если получится это сделать. А так как, конечно, от Моуспортс уже на Аплент. Полновесная. Мальты немножко проседает. О, в голову Крис Де Йонгу проходится. Фрозен отвечает по дикустеси. Декстер на размене по каригану. Фрозен отвечает по Мальте. Фрозен. Тут даже кого-нибудь нет. Не получается. Инст забирает Фрозена. В итоге, Воксик все-таки минусует Декстера. Воксик последний. О, господи, как там у него имя, фамилия? Озгуракет. Вот этот вот парень, как раз я говорю. Один в два остается на электрике. Пока что ослепленный. Полностью командарь Ренегейтс понимает, где находится оппонент. И чекает еще дополнительно, чтобы он никуда не сбежал. Чтобы всегда было понятно, где его перемещение, где конкретно Воксик гуляет. И опять по нему попадают. И, в принципе, добить еще осталось Воксик. На самом деле здесь как загнанный мышк. Потому что очень сложно. Вот он начинает хотя бы гулять в каких-то других местах. Но дело в том, что Сика приходит вообще сзади даже в спину к нему. Потому что полностью под контролем ребята из командарь Ренегейтс держали своего оппонента. Коэффициенты от нашего партнера понимаешь, дорогие друзья. На Мау Спортс 1.76 и 1.87 на Ренегейтс. На серию, напомню, не на карту, господи Иисус. Как это было громко! Да, а то опять там ребятки хорошо. И я уже заметил, что у команды Ренегейтс тренера-то нет. Они совсем одни. Их пять, но не одни. Они на самом деле, как говорится, полностью самостоятельная боевая единица. Им не нужен тренер. У них Дик Стейси есть. Это человек, который приведет команду Грейхаунд к победе, друзья. Какие могут быть в Дик Стейси вообще сомнения? Господи боже. Керриган вместе с товарищами из Мау Спортс. Контр-Форс раунд от них. Попытаются ворваться на Б, но их там ждут. Ждут, но ждет два человека. Смог прокидывается. И команда Моу Спортс полетела через смоки, через флешки. Декстра пытается прошивать. Неплохо получается. Забирает. А никого не забирает. Потому что Крис Дейонг забирает и Декстра, и Фроузена. И остается у нас 4 на 4. Но, правда, подбитый воксик. У него, конечно, нет девайсов. Керриган поднимает калашников. Пытается прошивать. Керригану очень больно. Дать бы девайс Робсу. Там могло бы получиться. Керриган погибает. Прилетели. Хаешки никого не взрывает. Крис Дейонг дает еще один минус. Уже третий для себя. Но, правда, только два, понятно, забирает. Очень больно. Крис влетает в ответ. Но он чуть инца не забирает. Дик Стейси очень близко. В упоре тут находится игрок. Атаки. Прочекает ли его. Воксик. Пытается жить, но не получается. Это 3 в 2. Смоком забирается нижний парапет. Дефуз киты у команды Моу Спортс. Моу Спортс не где-то имеются. И Робс последний. Получает хэдшот. Но имел шанс забрать исик. И там еще инца тоже в запасе. Если бы забирал даже дефузического бомбы, были шансы. Потому что дефуз китов-то... Нет, они были, но там инц не полезен. Притык в притык. Наоборот, прикрывал тиммейта. Ты видел, да? Да, прямо притык в притык. Черт подери, по времени-то там... Секунды типа полторы оставалось. Если бы реально у игрока Моу Спортс получилось, то... Ну, получилось бы больше, я имею в виду. Пошло бы все, конечно, по-разному. Да, Крис Дейнг действительно своего же приговорил в затылок. Но, наверное, ничего страшного. Опять же, пакет поставили. Но вот этот раунд все-таки будет экономический. Вот нету здесь, конечно же, никаких денег. Ренегейтс будут выходить на троечку свою. Ну, предположительно, конечно, если чудо не случится. Ну, вообще, да, имеет шанс на эту тройку выйти. Хотя, опять же, деглы в руках есть. Можно там и схлопотать хэдшотов парочку. И даже, может быть, побольше. Инс. Не видел ноги Рапса. На этом и закончилась встреча на верх-низе. У обеих... У обоих... У игроков обеих команд. Но... Снова под Б вроде как собирается выйти два игрока атаки. Получает моментальный хэдшот от Декстра. Сейчас Керриган первым же и последним же патроном. Хаешка прилетела еще на второго. Но хаешка просто разбила стекла. И на этом тоже как бы все. Воксик пробирается через верхний парапет. Сейчас его, возможно, там заметят. Оз Гюрекер получает. По голове опять же первый патронный. И тут же смерть моментальная. Не получается. Зиминусы командам Успортс. И тут же опять три хэдшота уже от Ренегейтса. Особо дамажа не получим. Тут команды чуть-чуть отъехал Инс. Наказывает еще и Криса де Йонга. Инс снова. Фулов один хп пропал у Декстра. Что-то никак. Может быть, ножку подвернул себе. Немножку подвернул пальчик. Господи, об комод ударил. Об штульчик. Об комод, да. Так больно. Но на минус один хп. Фроузен. Ой-ой-ой. Серьезно. Серьезная заявка. От Фроузена. Но. Один против всех. И, собственно, как раз таки все против одного, на самом деле. Что самое забавное здесь. Берут еще один раунд, дорогие друзья. Ребята из команды Ренегейтс. В итоге счет у нас останется 3а1. А вы не забывайте, что ваше GG Комбо ждет вас в KFC. Смотрите, не слейтесь, как пока что сливаются ребята из команды Маус Спортс. Найти купон вы можете в описании трансляции ниже. Кэштег. Четыре циферки. Курочка самое то. Сесть в поезд. Курочку зажевать. И погнали. Эх, эти курочки. Яички в поездрах. Это, конечно, интересная вещь. Но. Да. С KFC, конечно, будет поприятнее кататься. Один-три. Маус Спортс, имея 10 трейнов в запасе, за последние 3 месяца и 80% инвенрейт, могут, кажется, переехать Ренегейтс, у которых 100% инвенрейт на карте Д-трейн. Но там только 3 карты, и команды были гораздо слабее, чем команда Маус Спортс. Кэрега находит фраг. Дальше размин от инца. Погибает Декстер. И база Б вскрыта. Можно откидывать молик на коннектор. И здесь же им просто убегать, понимать, команда Маус Спортс. Сейв, походу, да? Просто сейвить, да, пятки. Ну, а стоит в сторону серени. Кто-то побежал за вагон. И, в общем-то, да, 3 сейва. Снайперская ментовка есть. Ну, а там будет добавить. Декстер, если можно скинуть дроп своему тиммейту, Декстер купит себе сам. Ну, и, соответственно, Мальта получит тот самый дроп. Можно будет разыгрывать очередной девайс на раунд. Второй для Моу Спортс, притом довольно уверенный. Там вышел изначально, кто там вышел? Крис Дайонг, по-моему, развалил лицо. Керриган тоже на базе Б повоевал, ну, погиб. А нет, это был Керриган, наоборот, он залетел на Аплент. Он же был, я что-то запутался. Кто выбежал-то? По-моему, Крис Дайонг... Керриган, нет, по идее, Керриган, он же забежал, дал в фраг и потом погиб. Ну, может быть... На базу Б безразмена вышли, как и Моу Спортс. Да, нет, там все безразмена, естественно, да. Да, я Керриган вижу по Скорботу, что залетел, убил Мальту, погиб от НЦА, ну, а Крис Дайонг убил уже базу Б. Там уже потом Моллики полетели, потом уже Сейв, да. Все так, вот она плюшевая, плюшевая плюшка у Фрозена здесь рядом. Что-то, что-то такое классное, что ему помогает. Прикольно. Может, какой-то, знаешь, такой мышонок тоже. Как хотел бы посмотреть, как спереди выглядит. Классная штука, а то со спины все пушистое, ничего не понятно. Но все еще есть какие-то деньги, конечно же, у команды Ренегейтс. Но дело в том, что тут уже на последние финансы закупаются ребята. И давайте дальше смотреть. Может быть, для Ренегейтс довольно опасная история, на самом деле, в ближайшее время Керриган. Пока что на Апланте, пока что, опять же, на сотке, на вагоне. И забирает Керригана все-таки. Здесь на зеленке еще, на лонге, некоторые движения есть от команды Мау Спортс. Но движения скромные. Зеленку пушить сейчас не будут. Не, не будут. Там и смоки лежат, и информация вроде есть, что там, как минимум, снайпер находится. А там вообще два бойца защиты было в какой-то момент. Но, как мы видим, перемещение от Бренингейтс. Сейчас будет стакаться и чекать мейн. Мальта уже внедряется в позиции, пытается шить. Но присылает там патроны через стенку. Присылает, правда, немного, потому что демиджа с Калаша влетает не так сильно. Вот если бы с АВП в голубь попасть, то там было бы уже неприятно. Такой предстрел есть, и им команды иногда пользуются. Крис Де Йонг довольно уверенный фраг сейчас по Мальте сделал. Робс вышел сверхнизу, дал фраг на Интер, который находился за Трансформатором. И Сика Савиком ждет перемещение игроков команды Моу Спортс. Фроузен вышел, забрал Дика Стейсию. Сика за Плантом 1. Всего лишь уходит на базу Б. Нужно сэвить ресурс, который имеется. Ну и номер 6. Конечно, Декстер тоже будет ходить на сэйв. Хотя он там еще на верхней части что-то воюет. Или пытается воевать. Но тоже понимает, что нужно смещаться. Даже не выдавать себе никакой информации, чтобы просто заставить лишнюю эмку. Потому что сейчас уже точно у команды Ренингейтс денег не так много. Нужно будет, может быть, даже форсить. Дик Стейси может купить себе девайс. Там есть что-то, да. На Фомасе, может быть. И Мальта с кем-нибудь деглом условным. И вот под это все можно будет даже разыграть. Типа 4 плюс 1 сделать. Да-да-да-да-да-да. Есть такой вариант. Опять же, если Фомасики потренировали. Потому что девайс стал прям очень приятным. Но Мау Спортс на слабые половины Детрейна берут, допустим, опять же, 3 из 6. Типа 6 каких-нибудь стандартных метовых раундов. Проблема в том, что они на КТ стороне убийцы просто. Маньяки. В прямом смысле. То есть на половине КТ для Мау Спортс у Ренингейтс, мне кажется, шансов вообще в принципе никаких не будет, на мой взгляд. Ну или почти не будет. То есть мы там увидим серии раундов по 7 подряд просто от мышей. Вероятно, опять же. Так что сейчас необходимо не допускать Т сторону далеко. А вот этого делать очень сложно. Не получается у них на самом деле. Так что не знаю, как на этой карте вообще по факту действительно вот прошлый стаг Грейхаунд. Опять же, нынешние Ренингейтс будут бороться. И вот в этом раунде они не сделали то, что ты предлагал. Ну, видимо, засейвили на все на следующий девайс-то раунд. Там же Сика находит фраг на Воксика. Крис Дионг пошел в перестрелку. Погибает от Сика. И еще от Декстра влетает фраг на Рапса. И только два Вокса команды Моу Спорт. Что происходит? Просто пять ночей. А может, это не надо? Просто какие-то форсы там какие-то? Зачем? Кому это нужно? Просто война, друзья, выиграна с позиционной точки зрения сейчас. Ранние тайминги исключительно прекрасно сработали для команды Моу Спортс. Ой, для команды Ренингейтс, прошу прощения. Моу Спортс пять в ноль сейчас отлетают, если что. Ранние тайминги сработали. Поджимы в паре обязательно, естественно, вдвоем прикрытие друг друга полностью сработало. Команда Ренингейтс вот буквально практически из ниоткуда берут вот этот раунд, не закупая ничего лишнего вообще. Это, конечно, сильно было сейчас от игроков Ренингейтс. Но вот тот самый Авик и Эмко сработали на три фрага. Насколько я помню, Декстер нашел фраг под базу ЖБ, Сика дважды оформил минусы. Там еще и Диггл тоже подработал от Инсаб. Великолепный фраг просто вышел и первым же патроном наказал игрока вражеской команды. Ну, вот так оно, собственно, и работает. Да, кстати. Че удивляться-то, откровенно говоря. Ох, жёстко-жёстко. Не надо закупаться, было действительно. Зачем? А так нормально? Не, и так, в принципе, вышло. Но хватает мышам денег в то, чтобы оформить себе еще один бай. Правда, бай на последнем. Вот зато у команды Ренингейтс денег там... Ну, прям достаточно сильно. Они еще девайсы подворовали. Две эсгарушки, калашников, тем, кому не хватало этих девайсов. Ну и, собственно, сейчас в моем спорт придется воевать против полного девайса. Но там еще играна довольно много у защиты. Так что проблем быть никаких не должно. А посмотрим. А посмотрим. Декстейси. Проверка ланга под зеленью. Закрытие смоком, собственно, ланга под зеленью. И допроверка еще хаешечкой. Так, чтобы точно было понятно, что на тебе в лицо, Фроузен. Я там. Так что так просто ты на зеленью не провешься, не выйдешь. И Декстейси сразу же отходит, собственно, чуть подальше. То есть он показал, что да, я здесь стою. Но на самом деле нет. Но это психологическое давление. Поэтому Фроузену будет, по факту, тяжело выходить уже изначально. Это здорово. Молодцы Ренингейтс, что пользуются такими фишками. Ну, вообще штуками, в принципе, чувствуют карту. Стараются, по крайней мере, это делать. Так, по поводу команды Монспорт. 30 секунд у них остается. Никто вообще никуда не вышел еще. Ну, а что, куда-то еще торопиться. Действительно, рановато пока еще выйти. 25 секунд. В принципе, какие-то, ну, слишком рано. Крис Де Йонг перестреливает Дикостейси. Погибает еще и Декстер. Хотя оказалось, что тут должен Крис погибать. Бразмен от Инца и Сейко. Есть информация по Инце. Получает он тут же моментальный хаешку. Сейко не смог найти для Сиба фраг. Ну, и, соответственно, ориентируется уже с тиммейтом на сейв. Это четвертая раунда команда Моу Спортс. И в атаке для Моу Зо в четверке это уже приятный момент. Но, опять же, стоит не забывать, что Ренегейтс денег хватает. Нужно будет еще один девайсный, антидевайсный проводить. И вот там могут снова Ренегейтс наказать своих оппонентов. И, в общем-то, все может перевернуться снова в пользу команды Ренегейтс. Но вот так вот, такие качели, конечно, в пользу команды Атаки, разумеется. В этом случае это команда Моу Спортс. Потому что те могут набрать шесть раундов, семь раундов такими качелями. И вот, как ты уже говорил, бешеные мыши, у которых пена из стволов фигарится, которые просто не пускают себе на пленты. Ну, таких сложновато бывает. Так что, действительно, нужно здесь в защите набирать довольно много раундов и как-то вот переваливаться. Вот я смотрю, так, знаешь, на параллельный матч, где G2 и АТК сражаются. Там в какой-то момент на атаке G2 взяли для себя десять раундов против четырех от команды АТК. И потом сейчас их АТК наказывают на атаке в обраточку, забрав себе семь раундов подряд. Счетом 12-12. Счетом команда G2 и Спортс. А какая карта? Атрейн. Ага, то же самое. То есть у нас пока что поезда. Значит, в три часа по Москве. В три с половиной. И там и сям. Ну, разные станции, разные вокзалы, да. Разные станции, разные вокзалы, да, друзья. Ну, погнали дальше. Это интересно, Сейко. Ранние тайминги верхняя волна. Пасет, Вокзик. Пасет. Озгюр. Вот что-то там. Озгюр Эйкер. Эйкер. Господи, сложно, черт возьми. Сложно. Пока что мне. Ну, может быть, потом. Ладно, Сейко. Но сдаёт вокзал к своей позиции. То есть сам не лезет. Но при этом Сейко по факту забирает эту позицию себе. Это приятно. Дейвен Гейтс. Для Моноспортс не очень. Мальта, ну, при файерах что-то тут немножко спалился. Нервы, возможно. Робс пытается простреливать апдаун. По заранее заготовленным позициям. Заранее, кстати говоря, от тренированным. Очень интересно. Я тут недавно такие вещи на Ньюке увидел. И у меня пачка вниз отпала. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Мальта. Инс не был готов. Крис Дейон кого взрывает. Крис Дейон дальше начинает пушить аплент. Мальта. Мальта очень важный. Мальта там. Это пятерочка на счету Моузов. Потому что Сика один в четыре вряд ли пойдет на верстки винтовки. И опять же денег у команды Рени Гейтс не так много, чтобы так рисковать. Если бы это уже был последний раунд половины или даже карты, то как бы можно было попробовать. А здесь совершенно не то. В случае может скинуть дроп тиммейту. Хотя вот не знаю, сколько там насыпят по всему этому действию. Потому что табуляции открытия не могу. Хочу, но не могу. Вот сейчас надо посмотреть. Для них это 1900 сверху. Ну не так, чтобы много, кстати говоря. Поэтому на байта тоже под сомнением. У Мальта были 2900. У Инса 300. Скорее всего, опять же, экономические. Только после этого ребята будут каким-то образом там думать, прощупывать почву. А это означает в то же самое время то, что шестерка для команды Малоспортс практически неминуема на атаке на Дотрейне. А это на самом деле для них уже вообще-то очень много. По факту. То есть да, видите, это 1950 действительно, как Олег и сказал. И на самом деле никто не может ничего сделать, играя под СИКа по факту. То есть какие-то недефолтные пистолеты там. И действительно ведь все. То есть ничего не получится. Флешка реально топовая. Озгюра как раз. Под крысо Де Йонга, под крысо Джея. Фроузен тоже здесь подзабрал. Опять же, повторно нам показали. В итоге лишь один авапер, который в принципе, наверное, встанет на плент, как я понимаю, да? Там на какие-то ранние тайминги, которые, кстати, уже скоро пройдут. На красный получается СИКа. Ну окей, его флеширует. Он уже сразу заранее стреляет. Уходит назад. Робс видит тень оппонента, кстати говоря. Забирает мальту совершенно спокойно. И вот самому бы, может быть, отойти. Вот я не уверен. То есть 47 хп остается. С другой стороны, вообще-то хаешек у команды защиты нет. Ну да, тут есть только два смока, одна флешка. Снайперская винтовка на руках у СИКа. Вроде как бы можно пробовать. И вроде пробовать. СИКа стреляет к Эрриганам. Фин Андерсон падает. СИКа дальше не слезает зеленый вагон. Только сейчас нужно было сместиться. Вокс их ждал такого мува от снайпера команды Ренегейтс. Можно подобрать авик в теории для кого-нибудь из бойцов команды Ренегейтс. Авик не берется. Слишком тяжелый. Инс все-таки забирает. Но програет очень сильно. Нет информации по нему, потому что там лежат смоки. Ну и, соответственно, команда Ренегейтс тоже тем с мувом сейвится. Если бы Инс там завтыкал немножко за зеленым, получил бы от хаешки, скорее всего, от кис. Может быть, да. И в итоге он... Вовремя отошел. Пока что, да, уходит действительно на полусейф уже практически. То есть занимает позиции с тех, на которых на сейф можно уйти. Но Дик Стейси не согласен с этой историей. Уй, как было близко, может быть. Но КСДН все-таки забирай, иди-ка, Стейси. Ну и вот ватавапер видно, да. То есть он в самых-самых-самых дальних углах. То есть я как бы вот, может быть, и посмотрю кого-нибудь. Но на самом деле нет. На самом деле это не особо. И на самом деле он вообще-то будет сейвиться на бане. Это была по факту его изначальная идея. Чтобы встать в такую позицию, чтобы, ну, может быть, поприкрывать своих. Но если вот у моих пистолетчиков не получится, то... То ничего не делать больше. То, соответственно, идти сейвится. Так и выходит. Мау Спортс берут шестерку. Уже для атаки жир вообще прям. Очень хорошо. Очень классно. Но у Ренегейтс по факту на этой карте пока я вижу везде одни неприятности. Они стараются, но очень тяжело. Нет, но эта вражеская карта одна из лучших, если не лучшая для команды Мау Спортс. Поэтому действительно воевать здесь крайне сложно. И даже вот по тем кэфам, которые были изначально, 1-7-6 на команду Мау Спортс, даже после первой проигранной карты, все равно мы понимаем, что Мау Спортс команда посерьезнее. И будет странно, если Ленегейтс пройдет дальше, а Мау Спортс отъедут. То есть таких у нас вроде бы еще не было, да, там были равные бои вчера Фнатик и команды Мибор. Единственное, наверное, вот потеря-потеря это Нарсы, которые должны были вроде проходить, но вот та самая команда АТК, которая сейчас сражается против G2, там уже счет 14-13 в пользу команды АТК, то есть теоретически могут забрать карту G2 и потом еще на третьей посражаться за то, чтобы еще и G2 откинуть. Потому что там тоже матч за вылет. И вот это будет очень странно, если АТК пройдут, а АТК нет. Это будет интересно. Это будет апсет апсетов вообще всего турнира, наверное, если честно. Ну что ж, баим, дорогие друзья, утех и утех. Давайте посмотрим, что нам именно Ренегейтс предложат, потому что Мау Спортс предлагает вообще все. На любой самый изысканный вкус, как говорится. Все возможные раунды, какие хотите, вообще все получается. Из того, что получается, по крайней мере, этого хватает. Мальта. По джимам Керриган должен, наверное, понимать, что могут быть поджимы. Керриган добирает мальту, Инс все-таки Криса де Йонга забирает, но этого недостаточно для команды защиты, если честно. Инс, видимо, пытается как-то поджать, в итоге отлетает от Воксика. В итоге, собственно, Мау Спортс ждали вообще-то оппонента. Ну, там Воксик еще и в блайне, этот фраг нашел для себя. Инс там отъехал, при том, что Воксик этот фраг не сделал, потому что не было видно Декстера в поджиме. Сейчас пойдет наверх-низ, этого не ждет игрок атаки сейчас. И Декстерейс находит Фроузен, тут же погибает, возможно, и Робс на тебе по башке. На 2 в 3 команда Мау Спортс теряет преимущество на ровном месте. Были 4 в 3, остались в двукратном практически меньшинстве. Получает еще Воксик в расцилен от Сико. Получает не так много, но и Воксик закидывая смолик на шарты, в общем-то, смещается за белый вагон. Декстерейс обходит спину, и этого Воксик что не ждет? Сика? Да, хотя Сика ждет тиммейта. Ну, Декстерейс, 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 длинная палка как палка. Вот она, родная. Она тебе в голову, забирает Воксика, и Криган остается в последний. Очень приятный раунд от команды Ренегейтс. Безумно сложным индивидуалки, на самом деле, было вот это вот все выписать, но смогли. Декстерейс здесь явно, опять же, не последний. Игрок в прошлом раунде пятерку забирают ребята из команды Ренегейтс. Тяжело идет, но стараются, конечно, изо всех сил. Воксик на ваших экранах, в принципе, довольно спокойный. Не знаю, жовку жует, нормально все, прям хорошо у человека. Жуем жовку, все хорошо. Да, да, да. Ну, вот в этом раунде, который мы только что увидели, 11 раунд на карте Детрейн, а тут Ренегейтс просто везде обошли команду Музспорт по всем фронтам, и Муза таких наглых действий не ждали, чтобы помогло ковбоям это все оформить. Ну, и на ваших экранах тайм-аут, и также тренер команды Музспорт с Алан Питерсон, он же Рейджин, и, соответственно, он что-то объясняет ребятам, как нужно действовать в этом раунде, чтобы не потерять экономику, и чтобы потом не играть экономические раунды. Против Ренегейтс там даже в последней бомбе мало что изменит, честно говоря, потому что это будет 1900-1900, хотя изменит. Но проигрывать вряд ли в атаке хотят сейчас Музспортс, нужно забирать максимум, забирать первую половину для себя, чтобы чувствовать во второй какое-то расслабление, что ли, что-то вот такие вещи. Расслабление. Нет, тут пока не надо чувствовать расслабление, но, по крайней мере, команде Музспортс это точно, потому что первую карту проиграли. Это точно надо выигрывать, и на третий пытаться, собственно, например, опять же, Ренегейтс закрывать. Это такой прямо план, ультимативный как бы план, самый важный, самый глобальный. Мальта, 52 хп, Корриган 53 хп, потеряли, Корриган надобил Инс, кстати говоря, Инс полностью ослабленный, ничего не видно, ничего не слышно было, его забрал Крис Джей, Крис Джей забирает еще и Мальту, очень жестко Крис Дейон играет, конечно. Сика пытается немножко на какие-то более задние позиции отойти, но нет, кстати, подходит поближе, минусует просто в лицо прямо Криса Джея, будучи на Апланте, в упоре. И вот это вот не особо читаемая тема, на самом деле, судя по всему, для команды Маласпортс. Розен пытается справиться с одним, размены нет и не будет, походу, все-таки Сика работает, но он один в два, остается очень тяжелая ситуация, пытается себя закрыть с Макком, не получается это сделать, его приговаривают еще раньше. Ну, жестко было сейчас и от Сика, и, в принципе, Крис Дейон справился там тоже с двумя-тремя, два оппонента, по-моему, забрал, там еще ребята тоже пришли, помогли. Но было жестко. А тем временем, АТК забирают таки карту команд G2, 16-13, собственный выбор команды G2. Ну, вот не читаемая штука, потому что G2 там просто проехались катком по вражеской карте, 16-4, а тут, забрав 10 раундов на атаке, на трейне, взяли только один девайс на защите, ну, и только три вообще в диффенсе на трейне, на своем. Как это читать, непонятно совершенно. Сложно. Мальта вышел, а тут у нас экономические, хаишки влетели по адресу и добили, собственно, Рафса уже потом с пистолета. С пистолета, да. Вообще, как мы уже помним, у Моуспорта есть проблема с тем, чтобы играть такие раунды, и я даже не удивлюсь, если вот такому баю не отдадутся. Вообще не удивлюсь. Ну, тут прямо почти голые пистолеты из деглом, а Сика, что-то я не уверен, я бы удивился, если честно. Опа, уж банк Кариган получает. Ладно, хорошо, ты бы не удивился. Кариган пытается справиться с аппонентом, со вторым справится Кариган. О, трипл килл, нормально, нормально, залетайте. Мальта на тропе войны, на окнах просто, с Юспом. Ох, Фроузен, ну сейчас, ну почти добивает Фроузена, Декстер остается последний, и вот тут уже, наверное, Декстер все-таки не справится. Хотя такие битые, на самом деле, трое оппонентов. Просто такие вот. Одному, не знаю, два, две пули в тушку, второму типа две пули, третьему там. Впрочем, то же самое. Декстер. Не, ну Кариган ждет, он ждет. Да, Декстер может выйти, дать только один точный выстрел, возможно, даже не по голове, Декстер. И нет. Кариган квадрокилл в этом раунде. Да, против Фрэта, но все равно довольно важные фраги, потому что были они три в пять. И Кариган сделал три минуса в начале, ну точнее при разменах, и, соответственно, вывел команду на тот восьмой раунд, который сейчас мы видим на экранах. И восемь атаки это уже. Слишком много, хотя, опять же, по опыту бюджету и атака вообще немного. Взяли десять одни, взяли одинцы другие. Прикольно. На атаке. Почему-то ТТМ почему-то на атаке, да. Атакующий оказался внезапно. Атакующий поезд. У нас тут пока непонятно, какой поезд, на второй половине узнаем. Маусспортс. Пока с восьмеркой, опять же, пока вот первая половина действительно выиграно. Очень приятно все для них. Но есть байни на последние деньги у команды Ренегейтс. Нету дефьюз китов, правда, у этого коллектива. Но, опять же, в девайсах хотя бы гранатчики немножко есть. Мальта на зеленый пока непонятно, заберется, не заберется. Типа прочекает бок, не прочекает бок, не чекает бок. Насквозь на сотку. С зеленого вагона все-таки решает немножко почекать. Там, собственно, никого не видит, потому что все уже в упоре либо в аймейне, либо, собственно, в упоре Керриган стоит на сотке, соответственно, в углу. Это довольно приятная позиция для Керригана, если ему помогут ее открывать чуть позже. То есть кто-нибудь закинет пару флешек, отвлечет на себя внимание. Керриган пропушет до окон, например, и будет прям вообще сок. Но об этом чуть позже. Дикстейси пока что на зеленке, соответственно, находится. Это в целом... Точнее, закрывает зеленку. Это у с дальняка. Вот он, Мальта, как раз. Керриган пытался запустить. Возможно, ему что-то кинули, его там, оказывается, ждали. Ну, тут размен от Фроузена и Сиклет от Фраг. Есть игрух на девятке. Ну, команды ренегейтс. Позиция тоже может быть нечитаема. Вокси щелкать дикстейси. Инс пока что не палится. Сейчас, возможно, увидит Фроузена. Фроузена пока что не видит Инс. Забирается на все-таки позицию более убойную. Находит Фроузена. Робс на размене. Сика ждет Вокси, который уже выйдет с зеленкой, скорее всего. Там Сика погибает от Робса, который уже вышел сверхнизу. Декстера последний. Декстера, возможно, ждут, потому что позиция с шар-арта еще не открывалась. И притяжка с бопланта была очевидна. Либо это будет КТ, либо, вероятнее всего, опять это поджим. Где-то в крушах находится игрок защиты. Но, в общем-то, мы видим, как подбирается бомба на 15, это на 18 секунде. Воксик ждет шар-арта. И Декстера пока что не палится. Слишком мало времени. Декстер идет открываться. И Воксик ждет девятый раунд для команды Моу Спортс. И там, да, успевал Коншторопс поставить плент. Но все это выглядело довольно опасно. Потому что 2 в 1. Бомба лежит почти на Т-спауне. Как с ним сражаться, непонятно. И вот что я хотел еще отметить, пока ты вещал, то, что Молик, который летел под Керригана, не сработал. Он взрывался в воздухе. И если бы там Керриган получил Молик, ему пришлось бы либо тушиться, если бы не было смока. Керриган бы погибал, потому что был тот игрок на зеленом вагоне. И вот этот Молик, возможно, зафорил сейчас в момент. И, возможно, даже раунд в команде Ренегейт. Да, да, мэйби, кстати говоря. Частично с этим соглашусь. Ну и пауза, друзья, от мышей. Они хотят на первой половине задавить настолько, насколько это возможно. Собственно, по сейнераме сейчас будем смотреть, если что. Вот. И на второй... А на второй все понятно для мышек, в общем, в целом. Вторая половина, то бишь, КТ для них в любом случае на ДТ не сильнее, чем первая. По статистике в несколько раз. То есть просто в несколько раз, и все, и хоть ты тресни. Потому что статистика, как бы, она такая... Она просто показывает, как есть, как говорится, в некоторых случаях, опять же, да? Или как бывает. Вот так, может быть, и будет. Ну вот и смотрим последний раунд. Добай, конечно же, на все деньги от команды Ренегейт. Очень сложный добай, если честно. В смысле? Да, промахнулся Воксик. Робс ответил по Декстуру хотя бы 4 в 4. Да, ну, кстати, на базе бы никого нет. С команды Ренегейтс полетел Молик, и перетяжка уже сомнительное предположение. Фроузен добивает еще и инши. Тут у нас молодые повоевали на 2 фрага. Сивика находится почти на тупиках. Где-то в банке тусуется своим скаутом. 2 скаута в ретейке. Без диффуз-шкетов. Это очень похоже на десяточку для команды Моуспортс. Да, потеряли там снайпера, но мы максимально быстро сообразили, что нужно выходить на базу Б, потому что двое на зеленке. И на базе Б там может быть какая-то пустота. С учетом того, что Ренегейтс угадывали. Выход в команду Моуспортс. Дикстейс с пистолетом погибает вся команда Ренегейтс. Там даже не было смысла перечитать, кто кого убил, потому что все просто легли. И только с одним фрагом справились игроки команды Ренегейтс. 10-5, довольно уверенная половина в атаке. Но Рейджин что-то рассказывает своим тиммейтам, что ребята, молодцы, все, идем так дальше, давим за диффенс и выходим на третью решающую карту. При том, что третья решающая у нас будет Дейнферно. Карта довольно дефолтная, что так музыка вуха орет. Я уже потише сделал, все хорошо. Прямо перебивает, я своих мыслей не слышу. Я просто помню то, что она ускоряется, как говорится, по громкости, когда вот пауза. Я прям сразу притулил, а то тоже поглох. И, собственно, друзья, вот такая вот история на D-Train. Пока D-Train полностью под диктовку Commodore Mount Sport здесь без каких-либо вариантов. Там у нас вон чат. Чат пишет, что на первом канале там немножко частично апсет. Апсетовый произошел на одной из карт, да, как я понимаю? Мне рассказывают, что на атаке, на трейне АТК забрали. А, забрали. Да, я рассказывал, что они взяли на атаке один из раундов, а G2 взяли только один девайсный. И вообще, в общем, три сзади. Я понял, да. Я просто прослышал то, что именно взяли. То есть я слышал, что... Мне в смысле показалось, что берут в процессе. Я такой, ну ладно, мы что возьмем. А то чат тут подъехал, говорит, что Пчелкин ГГВП, как говорится. Вот. На первом канале. Так что... Лежки... Да, судя по всему, не ожидал таких поворотов. Ничего себе там. Рыбчинка-то на заднем плане аранбишная прямо подъехала. Сейчас я ее чуть-чуть-чуть притулю. Чуть-чуть. А то она прямо громкая такая. Нормально все вот пойдет вот так, да. Так, ну и вторая половина. Абсолютно не понимаю, как команда Ренгейтс будет вытаскивать вторую половину. Кроме того, что вот будут какие-то нечитаемые, например, там раунды, нераунды и все что угодно. Потому что по факту Моноспортс эту карту выигрывает вот сейчас. Да, с первой не получилось. Ну, как бы, ну все в жизни бывает. Да, там были грустные моменты. И, кстати, Ренгейтс действительно постарались. По факту. Но... Я бы сказал, что там у Спортс немножко оступились. Нежели... Не, Ренгейтс, конечно, условно молодцы. Но там были параметры, где сами себе Моноспортс наступали на хвостики. И, соответственно, произошел некоторый конфуз. Могли бы и, честно говоря, на 2-0 выходить. Но вот этот Днюк, которым все никак не удается, даже против более слабых команд. Хотя по истерилизм, конечно, не особо там разнятся команды. Но по общему скиллу, я думаю, что... Очевидно, что вот на сборной Европы все-таки будет посильнее, чем Ренгейтс. Мы сейчас ставили на трейниках. Должно было бы происходить, наверное, и на Нюке. Будь Муза чуть увереннее в своих силах на этой карте. Но нет. Все-таки топовая карта Ренгейтс о себе заявила. Вот Денферно будет, мне кажется, довольно ровной. Ренгейтс играли его в первый день игровой свой. В Best of 1 против Астралис. И забрали там аж 8 раундов. Удачан. И кажется мне, что там тоже будут некоторые проблемы Муз Спортс. Хотя у них Денферно тоже довольно такая сильная карта. И за атаку, и за диффенс. Поэтому там точно Ренгейтс просто не будет. Но для этого нужно дождаться еще и победы на второй карте от Муз Спортс, чтобы договорить о трейни. Ой, о трейни. А Инферно... Тут могут действительно такие апсеты произойти, что Ренгейтс, увидев-таки, что от АК смогли, а мы что не сможем, что ли, пойдут за атаку крушить, ломать и убивать. Ну, поглядим. Поглядим. Так, там я уже читаю, даже аж твиттер читаю, там Пчелкин настолько сгорел, судя по всему, что даже клипы люди делают, так что я потом посмотрю с удовольствием. Ой, я тоже... Мне нравится, когда Лешка горит. Да-да-да, так прям красиво, жарко, хорошо. Славно-славно. Так что будем посмотреть. Но потом, друзья... Сейчас музыку нам уберут. Во, кайф, отлично, все классно. Погнали дальше. 10-5. Удачи, Ренгейтс, на вот этой половине. Серьезно, я, типа, без шуток не шучу вообще. Точно удачи. Потому что 5-10 дикстейс и 5-14 мальта. Тяжело двум игрокам реально стоять против Маузиа. Сейка старается. Индс ему как бы вторит, но этого мало. И вот, если с пистолетки начнут, ну, может быть, какие-нибудь шансы будут, наверное... Ропс, 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 ропс. Тяжело, тяжело постребе, надо уходить. Ушел вовремя. Ну и по ремонту там тоже не особо залетало. Керриган ждет с Хаешкой вылета от команды на Ренегейтс. Хаешечка хорошая. Сейчас прилетает. Господи, там просто все... Олег! Олег, ты тоже взорвался на Хаешке. Олег, ты пропал. У меня, по крайней мере. Олег, вернись. За что? Зачем вы кинули Хаешку? Мы потеряли Олега. Олег! А сейчас, сейчас ты есть. Сейчас нормально, все, вернулся. Хорошо, великолепно. Я с небес тебя вернул, как только мог. Вообще за ножку уцепил и, короче, вытянул обратно. А я тут сижу, а рот этой Хаешки, думаю, что ты не подключаешься. А вот он, ропс, получается. Да, действительно, Хаешка была просто ультимативная сейчас от Керригана. И после этой Хаешки ребята из команды Ренегейтс просто встали на месте и такие, типа, а что будет дальше? Может, Молик прилетит? Может, там поставим еще под этой гранатой? Ну, в общем-то, 11-5. Очень простой писательный рон получился за счет этой Хаешки, безусловно. Потому что дэмоджи влетело там, не знаю, 200, наверное, там что-то просто космическое. Ну, и Крис Джейн на добивание дает просто уже там два минуса. Ропс тоже делает фраг. Ропс не получалось вначале, он там тоже мог собрать 2-3 головы. Ну, вот как-то так. Экономически для Ренегейтс очень похоже на нас или команда Моуспортс. Под одну флешку Ренегейтс попытается куда-то ворваться, скорее всего, на базу Б, поставить бомбу. Но там фармилка от Фроузена. И Фроузен сейчас будет устраивать фарм-парад. И, в общем-то, собирать себе много денег на новый компьютер. Ну, может быть, может быть. Так, Ропс и Крис Джейн, если быть точным, на АБ-планете там готовы, судя по всему. Ча трофлит минус Олег Пресеф. Ча там, ча там минус? Минус Олег? Я вернулся, все хорошо. Просто я а-а-а-а и на место. Да-да-да-да. Так, Крис Де Йонг. Крис Джей. Крис Джей. Оп. Оп-оп. Осыпленный Крис Джей сейчас получит в лицо. Не получает. Вообще никто не получает в лицо. Вообще ничего никто не получает. Только Ренегейтс по первое число получают в этом раунде. Ну, авант пришел. Как бы че не забрать-то, если предлагают. Не сработала формилка ни для Воксика, ни для Фроузена. Соответственно, у нас, ну, с чем были, с тем останутся. Вряд ли даже снайперская винтовка появится. Да, на Си-плей. От Крис Де Йонга в блайнде. Пошел рубить людей. Робс по итогу трипл килл. Ну и, как мы уже говорили, с тобой на двоих разобрали всю бригаду. Флешка это сработала. Но ничего толку под эту флешку ребята из Ренегейтс не организовали. Четыре раунда с командой Моу Спорт для того, чтобы оформить свой Д-трейн. Воксик в поджиме. Тут нас в Дикстейсе ждет. Флешка в... А где флешечка была? Вот она, флешечка. Запоздалый у нас птенчик. Но все-таки Воксик отправляется. Погибает еще Дикстейси. Погибает еще и Декстер ходом. И это пять в три. Как-то не очень приятно. Отлетает инс. А где, собственно, фраги от команды Ренегейтс на атаке? Вот тут еще выводи, нет? Нет. Я, по-моему, тебе все объяснил. А, нет, нормально, ладно, окей. Мальта, хорошо. Мальта да объяснил нам обоим. Но все равно нет. В общем и целом, по тенденциям, опять же, я еще раз повторяю, я типа в главальном смысле, в стратегическом, не знаю, как Ренегейтс смогли бы выиграть эту карту в данном матчапе против Моу Спорт. Против кого-то еще? Да, может быть. Сейчас вот. Вот сейчас вот. Короче, нет. Друзья, короче, нет. На карте Данюк, например, план был полностью понятен. Буквально с самого начала. Прям вот только вот сошлось бы оно или не сошлось, потому что для этого стараться надо. А здесь? А здесь нету никаких планов. И непонятно, как вообще. Так что Сика и Мальта остаются вдвоем. Попробует против Рапса сыграть. Против Кергана сыграть не получается. Ни против того, ни против того, собственно, сыграть Сика последний остается. Ну, он с бомбой на душевых. Возможно, пошумит еще немножечко. Возможно, сработает на фраг. Может быть, кому-нибудь обманет и поставит бомбу на Апланте. Там можно убить одного товарища. Хотя с Мэйна может прийти Воксик. У нас не подставляется пока, что никто из команды Моу Спортс. Сика сейчас по таймингу может отхватить. Там придет какая-то хаешка, выходит Воксик. Дает слишком легкий фраг. Это 13 раунд для команды Моу Спортс. Первый девайсный был также взят мышками. Снова не будет денег у коллектива Ренегейтс, поскольку бомбу не ставили. И, наверное, на этой карте уже как бы ГГВП. Повторение с G2 АТК тут не предвидится совершенно. Да, да. Ну, вот у нас такой матчап, а там... А там сякой матчап. И все, и что-то нечего. У нас дефолт. Дефолт на дефолт. Там действительно какой-то произошел конфуз. В том матче, но вот... В личку во ВКонтакте мне скинули пчелки на два клипа уже люди. А, перекинь мне, пожалуйста, вот эту штуку в паузе. Я потом... Да-да-да, мы потом с тобой посмотрим. Вкусим, так сказать, перформансы и творчество Алексея. Керриган. Так, Молик на имейн кидает аккуратненько. Ну, опять же, экран от команды Ренегейтс. Крит Джессика забирает. Все прямо настолько... Настолько вот ровно. Керриган дабл килл. Ну, друзья, Керриган трипл килл. Ну, ладно, давайте вот последний, вот последний сейчас. Чего так легко? Не-не-не, щас, щас, щас. Декстер! Один в пять выходит и погибает от Фроуза. На команду Мау Спортс берет 14-й раунд. Вот, а то слишком что-то прямо как штиль какой-то на мое. Слишком ровно, да-да-да. Хотя бы немножко вам эпичности от Жени. Немножечко так. Потому что... Ну, действительно, потому что на этой карте ничего не происходит. Вообще все по плану. И там особо-то мы не покачали. Если мы на Нюке там еще могли чуть-чуть лодки порвать, то здесь как-то все слишком ровненько. Вообще без компромиссов, да, команда Ренегейтс и... Чего-то как-то вот, ну, дефолт на дефолт от Мау Спортс. Против менее сильной команды. Как-то даже не знаю. Да, просто, да, смотрим на третью карту, уже будем смотреть. С, возможно, с другими ощущениями в голове. Креган одного забирает, Воксикс, собственно, второго забирает. Я уже даже, походу, не называю имена. Тут безымянные трупы просто. Инс, Сика и Мальта остаются втроем против четверых ребят из команды Мау Спортс. И вообще-то, кстати, вот сейчас не такая плохая затея от Ренегейтс может выйти. Вот прошлые раунды вот у меня были мнение о том, что они их не будут выигрывать. А вот здесь, вот подожди, вот тут прямо есть зацепка. Ну-ка, ну-ка, вопрос получится или нет? Не особо, ай-яй-яй, не особо, ладно. А что, будут опять фраги у нас? Что так мало? У нас, по-моему, за всю атаку от команды Ренегейтс было только два фрага сделано на председательном раунде. И вот сейчас один. Я вот, конечно, подкреплю свои доводы тем, чтобы... А, не, подождите. За всю вторую половину команда Ренегейтс сделала один фраг, два фраг, три фраг, все. Пять раундов, три фрага. Да? Ну, да. Делаем свои ставки, будет ли четвертый фраг от команды Ренегейтс на карте Датрейн. Ох, посмотрим, посмотрим, друзья. 15-5, ожидаем предположительно 16-5. Вообще, по факту так, если прямо все-таки серьезно. Давайте посмотрим, есть ли, правда, какие-то возможности у команды Ренегейтс. Так, опен есть по Фроузену, неплохо. Крижей, первая, ага, второго не зря, это Криган на размине работает, Криган вовремя ушел, максимально вовремя. Развод под Робс, собственно, работает под Мальто. Как вот все прямо взаимозаменяемые части шестеренок Декстер все-таки забирает Кригана. Вот это вот уже более-менее, наверное, интересно, но... Правильно? Да. Есть же! Но, в общем-то, да. А, ну, это майор, как обычно. Воксик, Воксик, одного заметил, и второго. Вот это второй. Нет, не получилось. Это команда Ренегейтсу! Ура, же ж, ура, 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 ура. Ну, а что-то как-то нет улыбок даже после этого раунда у команды. Кризли, он будет здесь поудобнее играть с этим девайсом. Декстер получает очень много дамажа с гранаты сейчас. Еще и Молик сверху там дарит Декстер. Инс тоже получает на полную КП, влетает. Керриган просто без тормозов дает фраг на Декстер. Прорушевает еще Инса очень бодро, и только после этого погибает. Декстер! Декстер! Прорушевает еще втроем, и все еще на защите. Тут по позиции можно сработать. О, Криджей, заметил оппонента. То есть у команды Монспорта вырисовывается вот карта в голове, где находятся противники. Они такие, ага, это и Мейн, это Зеленка. Так что вот сейчас будем готовы. Так, Фрозен пытается на префайре, не получается на префайре Крис Деонг. И понимает то, что Зеленка, вот где она? Вот он прямо ждет, он знает. Знает, что там все есть. Но при этом Мальта, например, выходит на Б, правда без бомбы. Робс вроде готов, Мальта не смотрит туда. Да, Робс совершенно спокойно избирает оппонента. Декстера и Сика вдвоем. И при этом Крис Деонг знает все, но Декстера не знает. А вот это вот прикольные приколюхи от команды Ренни Гейтс. Так, но по-прежнему деньги есть. Робс может попробовать выйти в литейк уже после поставленной бомбы. И Робс идет. Но проблема в том, что он может не зачитать девятку, где находится игрок к атаке. Это как раз-таки у нас Декстера, вот Сика. Видно его головушку сейчас было наверх. Да, видит Б, Робс игрока атаки. Но и Сика тоже вовремя переводится на первую линейку. И там находят игрока защиты. Вот уже пошли улыбки от Ренни Гейтс. Не понятно, что комбайк близок. На карте ДТР нужно взять всего лишь восемь раундов. На атаке всего лишь восемь. Ты слышишь? Против Моу Спортс это... Это какие-то орыки. Возможно, это болеет админ за одну из команд. Может быть, но было такое ощущение, как будто кого-то там это ножку шик-шик-шик пилой. Прикольно, прикольно. Так, ну и Ренни Гейтс все-таки вот пытается изо всех сил. Пытается, пытается, пытается. И мы посмотрим, соответственно, получится ли вообще что-нибудь куда-нибудь добраться. Тут вопрос пока что не про победу команды Ренни Гейтс на второй карте. И не про комбайк даже. Тут вопрос total меньше, меньше. Total меньше, total больше. Соответственно, получится ли, например. 25,5. 26,5. 27,5. Не думаю, что-то далеко слишком. Так, на Б, да, вы хотите? Нижняя, верхняя волна, может быть, или назад, обдаун, все не пойдут. Слишком глупая идея, так что Б. Ну, я так подумал, что Моньше, это, возможно, что-то среднее. Такое словосочетание получается, чтобы не говорить три слова. Просто Моньше. 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 Даже лучше. Это типа как больше, меньше. Так. Ну, типа того, да. Крис Де Йонг простыривает аккуратно нижнюю волну. На верхнюю только один пошел. То есть 4 плюс 1 нижняя, верхняя. Крис Де Йонг падает. Робс отвечает. Нычка тоже падает. Не вовремя Робс повернулся. Неплохо, кстати говоря, молодцы. РФТС-командор Рейн Гейтс. И... Воксик. Воксик. Слепенный Воксик. Позвольт забирает Воксика. Кстати, Найс, между прочим. Да, тут он меньше, тут он больше. Вот это вот... Духас пришел с этими словами у меня. Больше. Интересный вопрос пока что сегодняшнего Д-трейна, потому что все остальное, как я говорил, не в ходу. Но пока да. Пока вариантов у Рейн Гейтс немного. Опять же, в камбэк никто не верит. Ни команда Рейн Гейтс, ни команда Моу Спортс. Хотя Рейн Гейтс, конечно, идут до последнего. Что им остается делать? Нужно чуть побольше набрать раундов в этой карте, чтобы на Инферно чувствовать себя немножечко поувереннее. Все-таки близкая карта Денюк. Могли бы проиграть. Там был неплохой раунд от Моу Спортс, как мы помним, когда они были на 13-14 Моу Спортс. Взяли себе 14-й за счет того, даже в полуфорсбая. Но дальше не получилось. Все-таки защита нам была посуровее. Восьмой раунд для команды Рейн Гейтс. Ребята с Поттом и Кровью добывали для себя эти раунды. Но все-таки все получается хотя бы на протяжении трех раундов подряд. Пауза у нас будет от кого-нибудь. Хотя, наверное, для Моузов эта пауза сейчас не особо нужна. Докупывают себе скаут игроки. Защиты. Но мы видим как раз-таки повтор, где Крисаденга сбрили. И Робс действительно он ждал и верхний, и нижний. Притом и там, и там были игроки. Потому что там слишком много каков в атаке. И откинуть нечего было. Ни молика, ни какой-то, ни смока. И даже флешки, по-моему, не было. На повторе не увидел. Если бы был молик, конечно, нижний было бы очень прикольно закрыть этим моликом. И дальше уже работать против верхнего, особенно не стесняясь. Керриган, Сика забрал. Большинство для команды Моуз-спортс. В следующем раунде 24-й уже Мальта. А ждут его. Ждут. Да, ждут. Оп, это первый. Нормальный Воксик вышел. Опа. А, ну, разуме, тяжело уже будет. Открыть сдвинку уже не полезет, скорее всего. Опа. А вот с Калашом можно поговорить. Разговоры с Декстером, на самом деле. Но отходят аккуратно назад. По факту, в большинстве команды Моуз-спортс. Кстати, топовое решение. В том плане, что, а мы в большинстве, а я отойду на защиту, а идите к нам сами. Реально хорошо. Так, там три девайса под арморы. Там вообще все великолепно. Можно просто навтыкать, и броб со скаута может подработать. Он как раз... А, нет, это Крис Жей выходит наверх. Не парапет, будет ждать выхода от команды Ренигейтс. Крис Де Йонг будет получать информацию от Робса, прошли ли игроки в плен. Полетели с Маки, и Крис Де Йонг ждет. Он просто ждет, он не будет открываться. Ставится, не ставится бомба. Декстер дает размен. Очень больно Декстеру в размен прилетает от Фроза. Настается последний инц, и, возможно, вот он финальный раунд для команды Моуз-спортс. Потому что, внести инцу будет очень сложно, он замечает игрока. Но Робс перестеливает от 16.8. И команда Моуз-спортс забирает свой пик очень уверенно. И дальше выходит на карту Д'Инферно, что одна, что вторая команда. И, разумеется, мы это все посмотрим на третьей решающей карте. У нас с тобой снова полноценная Best of F3. Как ни крути. Продолжение следует...